Самое главное, для чего это нужно было, чтобы люди знали эту обратную связь, чтобы знали, что творится действительно нам. Что за вопрос? У нас нет никакой коррупции. Мой кидать! Мой кидать! Двигаемся по улице 30 лет победы. Перед рямом вот этот запрос. Вот эти вот скачки, кочки, это не так страшно на допустимом скоростном режиме. Вот, как бы не улетишь никуда. Сейчас мы повернем на улицу Быстринская. И там будет малечко поинтереснее, чем сейчас здесь. По улице 30 лет победы было. На улице Быстринской, скажу сразу, передвигаясь я, автомобиль Honda CR-V 2013 года в идеальном состоянии. Регулярно проходит техническое обслуживание. Буквально месяц назад прошло техническое обслуживание. Все в машине отлично. Стойки, ходовка, все в идеальном состоянии. За машиной ухаживают в техническом состоянии. Улица Быстринская. Не центр города, но все-таки мы за эти дороги платим налоги. Колейность здесь такая, что полноприводные машины сносят. Вот сейчас по тряске видео видно, да, какое здесь дорожное покрытие. Скорость у меня сейчас 40 км в час. Вот. То есть выбрасывает меня скорее периодически. Еду я очень аккуратно на полном приводе. Там дальше по дороге, вот за пешеходным переходом, можно увидеть, да, большую лужу. И сейчас мы будем поворачивать в горы улицы 30 лет Победы. Вот. Сейчас утронем. И вот вам, пожалуйста, лужи. Лужи, ямы. Вот. По тряске видно, что здесь дороги нет. Вот вам, пожалуйста, спереди большая такая яма. Страшно в нее заезжать. Мы ее объедем. Двигаемся дальше. Слева от нас находится детский садик «Золотая рыбка». Здесь можно увидеть состояние дороги. Ямы. Большие лужи. Напоминаю, что передвигаюсь я на полном приводном кроссовере. Скоро сейчас менее 10 километров в час показывает. Видно, какие здесь лужи. Это не центр города, нет. Это улица Быстринска, 30 лет Победы. А какая разница? Центр или центр города? А я вам скажу какая разница. По центру города ездят губернаторы, мэры и все остальные шишки. По другим улицам ездим мы с вами. Кто живет в этих районах. Вот. Поверяем. Опять кочки, ямки. Здесь никто не будет делать дороги никогда. Этим летом вот эта вот лужа, вот которая спереди, вот эта вот. Вот эта. Лужа. Засыпалась жильцами этих дворов. Но так как заезд в некоторые дворы осуществляют только проездом через эту лужу, тут все печально. Сейчас мы проезжаем 30 лет Победы, дом 39. и что мы наблюдаем. Опа. Сейчас мы разведемся тут с товарищем. Попустим, нам это проще сделать. Едем дальше. Ну, видно, молодая, какого трухала здесь. На этих ямках. Вот лужи. Едем дальше. Здесь могут бегать дети. Друзья, во дворах очень аккуратно ездите. Перебегайтесь на просто самой минимальной скорости. Потому что дети могут тупнуть из ниоткуда. Здесь можно проехать, да? Нормально. Проезжаем. Вроде подожди успокоился. Едем дальше. Опять нас болтает. Это двор. Это не дорога общего пользования. Это двор. Чувствуется потряски. по видео видно как трясет машина. Еще раз повторюсь. Я специально проезжаю по дворам. Вот это вот это колодец. Машина как они там любят их называть заниженные, да? Посаженные. Повисник на нем сразу. Сейчас мы проезжаем 30 лет победы 37 дробь 1 тоже самое. Лужи, ямы. Кстати, нету пешеходной дорожки. Людям приходится ходить по дороге. Так вот, сейчас притормозим маленечко и с ним, да? Видно, да? вот яма. Громадная яма. Не желательно попадать. Двигаемся далее. Справа строится какая-то новая школа. Опять же, почки, ямы. здесь, видать, что-то делали, засыпали щебнем этот участок дороги. Вот сейчас сзади меня чуть не вписался вот этот вот парень. Вот что он появится на BMX. Во-во-во, видите? Опа, и застрял. Ой, и застрял. Это двор. Здесь нету пешеходных дорожек. Сейчас я буду аккуратно пробовать здесь проехать. Я уже провалился. Ну, на полном приходе я пришлось подать газа. О-о-о, как болтает. Едем далее. Искусственные преграды здесь установлены. Я считаю, что такие преграды должны в любом дворе. После случая на улице Дружбы, когда около 10-й школы женщина насмерть сбила ученика. вот опять же ямы проезжать по этим дворям это очень проблематично. Очень-очень. интересно, да, за что нас берут такие налоги за дороги. Куда уходят эти миллиарды. еще одно искусственное препятствование. Хорошо. Едем дальше. Опять же, во дворе нету пешеходных дорожек. Просто нет. Люди вынуждены выходить на дорогу, где ездят машины. вот лужи. как к примеру с этого подъезда подъезда. Подъезд номер два. Как по этим лужам ребенок должен пройти на вот эту открытую футбольную площадку. Крытая футбольная площадка это здорово. Ребята играют в футбол. Молодцы. Как ребенок должен туда пройти? Неизвестно, знаете? Неизвестно. Здесь имеется во дворах такой вот проезд небольшой. Опять же полное отсутствие дорог. Провьем налево и тут вообще асфальт по-моему вообще никогда не бежал здесь. Мне кажется в Донецке и в Донбассе сейчас дороги лучше. Поедем по соседним дворам прокатимся. Вот здесь кстати этот проезд 30 лет к вершине тут сделали ремонт дорог буквально может месяц назад. Классная дорога. Еще не что-то классно. Но есть одно но. Так как дорога этот проезд сквозной узкий то вот здесь сейчас направо опа и только потом в конце я увидел его и он меня тоже увидел и ну как бы нехорошо видим горы асфальта на улице еще раз повторяю идет дождь опять проезжаем двор 30 лет победы потому что здесь очень много ям вот видите большая лужа перед нами а в ней ямки так вот это проезд за домом мульти 35 лет победы дом 39 здесь тоже страшно печально здесь тоже много ям здесь тоже много луж вот мы сейчас видим да лексус проехал лужи лужи вот это сейчас лексус объехал колодец Toyota тоже объехала колодец сейчас поедем куда мы видно да впереди море океан сейчас люки от колодца колодцы видим а вот друзья вот ну гуже да вот это вот дренаж туда должна стекать вода только этот дренаж намного выше чем это луж двигаемся далее опа опа прыгаем скачем вот здесь вот тоже раз два три четыре колодца вот так вот здесь передвигаемся это 30 слева от нас 30 лет победы 41 справа остановка здесь люди переходят дорогу и может произойти здесь так называемая печалька из-за машин людей не видно вот вот у нас тут стоит Таня крылова мы сейчас у нее спросим Таня скажи пожалуйста как тебе дорога во дворах особенно по улице 30 лет победы супер стойки давно на машине меняла проехать можно нет вот что что его доказать давай проезжай ладно все сядь самое главное для чего это нужно чтобы люди знали обратную связь чтобы знали что творится действительно так у нас нет ее коробки мой дядя мой дядя дядя Субтитры подогнал «Симон»